Завершает работу выставка «Линия – это все». В эти выходные – последний шанс посмотреть гравюры. А затем и золотой медалью Академии. Произведения его сейчас воспринимаются как эталон гравюрного мастерства. Авторское название выставки – «Страстное восклицание. Линия – это все». Действительно, несмотря на программную обращенность к прошлому, прежде всего к капризному и изысканному искусству европейского маньеризма XVI века, работы Верхоландцева меньше всего похожи на холодную ретроспекцию. Столько в них огня, азарта, жадности к самому процессу гравирования. С юности художник влюблен в ксилографию – это гравюры на дереве. А многоумность замысла всегда соединена у него с безукоризненностью ремесла. Недаром свою творческую родословную он возводит к форм шнайдерам, или иначе – резчикам деревянных форм, репродукционистам эпохи барокко. Рука об руку с владением приемами ксилографии. У Верхоландцева идет знание ее истории. Это семейное, ведь среди предков художника крупные знатоки и коллекционеры гравюры. Сам Верхоландцев, говоря о своем искусстве, вспоминает десятки имен, вдохновляющих его предшественников. Любая тема рассматривается художником сквозь призму культурной традиции, и выбор тем также подчеркнуто традиционен – античный миф, библия, поэзия, музыка. Зашифрованные символы, сложные аллегории складываются под резцом Верхоландцева в богатые декоративные композиции. Многие из них выполнены в традиционном гравюрном жанре книжного знака или экс-либриса. Выставка приурочена к 85-летию мастера. В экспозиции представлено около 60 произведений, и все они принадлежат старому другу Верхоландцева, известному московскому собирателю печатной графики Беликову. Представления о мастере как ксилографе дополняют несколько произведений в других техниках – литографии и акварели. Именитая художница Ван Сюлин, хранительница традиции китайской живописи Гохуа, приехала в Рязань на открытие собственной выставки. Традиционная китайская живопись, где художники ориентируются на принцип природы, учит человека понимать прекрасное. Эта истина является главной темой традиционной китайской живописи Гохуа. Само слово в переводе означает «наша живопись» или «живопись нашей страны» и подразумевает картины, написанные водяными минеральными красками на тонкой бумаге. Как утверждают историки, истоки китайской живописи восходят к узорам и изображениям людей и животных на расписной керамике неолита, отдаленного от нас на 5-6 тысячелетий. Цель выставки – представить китайскую культуру всем желающим изучать ее. Работы на этой выставке представлены как мои, так и работы студентов Института конкурсии в Москве. Поэтому я считаю, что искусство, оно вне границ, и оно может объединять народы разных стран. Мне очень нравится, как все организовано, я очень всем довольна. Я считаю, что данная выставка может способствовать скреплению российско-китайских отношений. Помимо интереса красивой, экзотической для нашего глаза живописи, а увидеть оригиналы, нерепродукции, да еще и в присутствии автора-создателя, согласитесь, дорогого стоит, за выставкой стоит куда больше смысла. Ведь проходит она в рамках фестиваля «На том стоим». Красной нитью этого международного мероприятия проходит тема значимости и самобытности русской культуры в мировом сообществе, несмотря на все попытки отменить или запретить ее. В наше время интерес к таинственной и загадочной культуре Китая не иссякает. Китайская народная республика давно и прочно стала нашим стратегическим партнером. У нашего региона налажены прочные связи с партнерами из Приневестной. В Рязанском государственном университете имени Есенина более 10 лет успешно действует Институт Конфуция. В Чанчуньском университете открыт Китайско-Российский культурно-образовательный центр имени Сергея Есенина. Художница Ван Сюлин родилась в 1958 году в городе Тяньцине. Ей было 40, когда она окончила факультет китайской живописи Китайского заочного университета. В разное время была ученицей таких мастеров, как Хуан Хэ, Ха Пэй, Чжан Вэй. Много раз получала наставления у Ван Сюэчжуна. Долгое время изучала работы художников прошлого, со временем овладела китайской портретной живописью. В список ее наиболее известных произведений входят 87 небожителей, изображения Будды, обновления природы, красавица и другие. Работы Ван Сюлин хранятся в коллекциях музеев, выдающихся деятелей культуры и искусства, крупных политиков. В рамках того же фестиваля «Против отмены русской культуры на том стоим» состоялся мастер-класс оперного певца Александра Сваб. Красивое пение. Именно так дословно с итальянского переводится «бель канто». Эта музыкальная техника появилась еще в 16 веке. Главная особенность «бель канта» в том, чтобы звук был насыщенным, а каждая нота плавно переходила от одной к другой. При этом важно, чтобы голос оставался ровным, а тембр был спокойным во всех регистрах. Песня «Против отмены русской культуры на том стоим» Песня «Против отмены русской культуры на том стоим» Оперный певец Александра Сваб рассказывает, «Для того, чтобы виртуозно исполнять «бель канта», нужно полностью расслабить мышцы горла и позволить воздуху заполнить всю диафрагму. Ведь искусство пения – это прежде всего искусство правильного дыхания», объясняет маэстро. «Бель канта» – это итальянская техника пения. И тоже в России это техника, потому что у вас уже в году 1730 Катарина II пригласила итальянского певца, итальянского маэстро. И здесь, конечно, начинали тоже «бель канта». Поэтому мы очень похожи, наше пение очень похожа, наша культура. Этот мастер-класс – часть проекта «На том стоим». Цель международного фестиваля – показать, что российская культура – важная часть мирового духовного кода. И никак иначе. Фестиваль «Свидание» на Театральной начинает свою работу. За долгие годы он уже стал визитной карточкой нашего города. С 13 по 19 ноября на сцене Рязанского государственного ордена «Знак почета» областного театра драмы при поддержке Министерства культуры Рязанской области состоится 8-й международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидание на Театральной». Коллективы из Петропавловска, Республика Казахстан, Саранска, Москвы, Нижнего Тагила, Пензы, Иваново, Вологда и Рязани представят зрителям самые яркие и запоминающиеся постановки, посвященные вечной теме любви. В афише фестиваля собраны разные жанры и стили от классики до современного экспериментального театра. С 2016 года театральный фестиваль проводится ежегодно в городе Рязани на площадке Рязанского театра драмы. В фестивале принимают участие коллективы из городов России, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Тематика фестиваля выбрана не случайно, ведь тема любви всегда вызывала неподдельный интерес у всего человечества. Любовь объединяет людей, и это имеет особое значение. Тема любви – одна из ведущих в мировой драматургии, многоликая и многогранная. Настоящая любовь имеет необъяснимую власть над человеком. Она делает его лучше и благороднее. Ради любви совершаются настоящие подвиги. Любовь – это великое и прекрасное чувство, которое существует вне времени и вне границ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова